Детская общественная палата Формировались методы, формы работы, потому что действительно детская общественная палата это очень такая уникальная история в Российской Федерации. Ребята это были первыми членами детской общественной палаты, в Российской Федерации такой практики еще не было. Поэтому весь этот год были поиски форм, методов работы и действительно ребята себя очень зарекомендовали. В фойе Дома молодежи была организована работа интерактивных презентационных площадок вузов и общественных организаций региона. Среди ребят проводили соцопрос на предмет самых интересных и проблемных тем в регионе, а также пути их решения. На сцене прошла церемония награждения лучших представителей общественной организации. Особую благодарность и звание первопроходца получила первый председатель детской общественной палаты Ульяновской области в Российской Федерации Елена Захарова. Мы провели уроки здоровья, день добра, также у нас были патриотические акции. Это поздравления участников Великой Отечественной войны и ветеранов. Детская общественная палата региона активно участвовала в решении многих важных вопросов, в том числе по формированию комфортной городской среды, созданию условий для занятий физическим культурой и спортом, сохранению памяти и бережного отношения земляков в героической истории Отечества. В списке реальных полезных дел одним из последних значится благоустройство площади у Дома культуры и храма в селе Подкуров Катерингульского района. Там в конце лета ребята вместе с местными жителями и представителями администрации района высадили 50 красавиц Туй, за которыми теперь бережно ухаживают. Однако время не стоит на месте. Мальчишки и девчонки взрослеют и уже в новой роли для себя пробуют изменить мир к лучшему. Чтобы пополнить ряды детской общественной палаты, дан старт процедуре формирования нового состава. Туда могут войти 35 человек. Это представители всех муниципальных образований в возрасте от 14 до 17 лет с активной жизненной позиции. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.